Искусственный интеллект Искусственный интеллект — это очень интересная наука. Начнем хотя бы с того, что идеи, которые используются в искусственном интеллекте, всегда черпаются из каких-то других наук или из каких-то размышлений специалистов по искусственному интеллекту, о том, что же происходит у них в голове. Откуда специалисты по искусственному интеллекту могут черпать свои идеи? Это две других, намного более старших по времени науки. Это психология и науки о живом, например, нейрофизиология. Нейрофизиологические исследования в настоящее время являются одним из передовых и самых востребованных исследований в мире. В Европе и в Америке выделяется очень большое количество средств на то, чтобы понять, а как же устроен мозг человека, как там вырабатывается мысль и почему некоторые повреждения в структурах мозга вызывают те или иные болезни. Например, в Европе один из таких проектов — это Human Brain Project. На него выделяется около 1 триллиона евро. В Америке тоже есть такой проект, называется Brain. Его объявил еще Обама. И он тоже соперничает по финансированию с Human Brain Project. Как вы понимаете, выделение таких средств предполагает, что будут получены очень хорошие и интересные результаты. Однако сложность работы мозга, одного из самых развитых структур, которые когда-либо создавала природа, влечет за собой то, что данных, собираемых о его работе, очень и очень много. Они могут храниться в терабайтах информации, записи, активации различных структур мозга. Но о том, чтобы эти данные каким-либо образом собрать, структурировать и построить некоторую модель, и тем более предсказательную модель, что бы случилось, если бы активность была бы другая или активность бы нарушилась в мозге, к сожалению, не удается до настоящего времени. Существуют некоторые идеи и некоторые мелкие модели работы тех или иных функций. Вот именно этими моделями и идеями пользуются в искусственном интеллекте, чтобы создать более продвинутые алгоритмы. Очень хороший пример использования такой идеи — это очень популярное в настоящее время сверточные нейронные сети. Какое-то время назад была построена очень хорошая модель работы первичных отделов коры головного мозга. Первичные — это значит, что они не самые главные в работе, но находятся вот в затылочных отделах и отвечают за первичную переработку сенсорного сигнала. Так вот, было обнаружено, что эта переработка имеет иерархическое строение, и, скажем так, образование новых синапсов и их укрепление происходит в связи с этой иерархией постепенно. Вначале в первичных отделах, потом в вторичных и в третичных. И эта идея была использована для обучения нейронной сети. Почему бы нам не сразу скопом обучить большую структуру нейронной сети, а обучать ее послойно? Вот, казалось бы, такая простая идея, которая была подсмотрена нейрофизиология, она оказалась очень продуктивной. Оказалось, что можно преодолеть ту самую проблему, которая была 10 лет назад неразрешенной, о том, чтобы можно было обучать не, скажем так, шеду, то есть неглубокие нейронные сети. А получилось так, что вот такое послойное обучение привело к тому, что большие структуры обучаются и показывают более хорошие результаты. Другая идея интересная заключается в том, что, оказывается, нейрон, это не единственный, скажем так, синапс между нейронами, это не единственное место распространения сигнала. При существующих моделях нейрона, которые, в том числе и в искусственном интеллекте, используются, считается, что передача идет только по синапсам, то есть электрический сигнал в некотором зазоре между мембранами нейрона. Но оказывается, что информация в мозгу передается не только за счет вот такого распространения электрического сигнала, а также за счет диффузного распространения, за счет диффузии в межклеточное пространство разных нейромедиаторов. Такое распространение является не таким направленным, как распространение электрического импульса, однако играет очень большую роль. Скажем так, это обеспечивает некоторые локальные взаимодействия нейронов между собой в небольшой группе. И сейчас, например, создаются модели сети нейронов, в которых распространяется активность не только так называемая спайковая за счет резкого возбуждения нейрона и передачи сигнала другим нейронам, но и за счет некоторого такого диффузного распространения сигнала вокруг. И получается, что такие модели могут решить некоторые существующие проблемы с построением спайковых нейронных сетей, то есть те, которые базируются на том, что там моделируется распространение активности по сети. Но такие, скажем так, небольшие идеи, они, скажем так, не очень сильно продвигают искусственный интеллект и помогают решить некоторые мелкие задачи. Но на самом деле существует такое направление, которое называется биологически инспирированная когнитивная архитектура, которые хотели бы решить проблему в более глобальном смысле и попробовать создать целую систему, которая бы работала на принципах работы головного мозга и не обязательно бы использовала в своей основе нейронные сети. Это базируется на той идее, что ее еще высказывал Саймон и Ньюэлл, еще на эпохе зарождения искусственного интеллекта, что не обязательно в точности моделировать каждый элемент головного мозга, не обязательно в точности повторять структуру нейрона. Но это связано с тем, что эволюция не обязательно создавала все так эффективно, что нужно в точности это копировать. Можно попробовать проследить потоки информации и смоделировать ее переработку в отдельных отделах мозга, и попробовать собрать из этих кусочков, из этой информации, некоторую глобальную систему управления, ну, например, виртуальным агентом или роботехнической системой. Вот такое направление когнитивной архитектуры, сейчас оно развивалось 10 лет назад, и сейчас все больше опирается на то, какие данные о связях между отделами коры головного мозга предоставляет нам нейрофизиология. И, например, оказывается, что на вот такую структуру головного мозга можно наложить три типа обучения. Эти три типа обучения следующие – это обучение без учителя, так называемое. Это когда нашей системе мы не говорим, что правильно или неправильно, а она сама пытается распознать некоторые закономерности в поступающем сигнале. Вот именно за это отвечают, скажем так, первичные отделы коры головного мозга и дальше до моторных отделов. Следующий тип обучения – это обучение с учителем. Это значит, что мы подаем некоторый ответ, говорим, правильно ли, что был распознан тот или иной паттерн, правильно ли, что мы пытаемся ту или иную закономерность выявить. Вот на этой основе работают некоторые отделы подкорковые, например, так называемые части мозжечка, которые запоминают автоматические операции. Кора, которая распознала паттерны, в том числе и моторные, говорит более мелким нейронам мозжечка о том, что нужно запомнить, правильно ли он формирует связи между нейронами, чтобы воспроизвести ту или иную функцию. И, наконец, обучение с подкреплением – это когда мы точно не знаем, правильно это паттерн или нет, но у нас есть некоторый ответ из внешней среды, который говорит, «Ну, вроде бы хорошо, вроде бы мы в правильном направлении движемся». За это отвечают другие подкорковые структуры, например, базальные ганглии. Они позволяют нам вырабатывать более длительные планы действий за счет того, что раньше мы эти цепочки действий хорошо применяли для достижения некоторых целей. И вот такая глобальная структура, которая как бы накладывается на схему строения мозга, сейчас является одной из самых перспективных, и развитие ее более мелких деталей, например, понимание того, а как базальные ганглии связаны с очень важным другим отделом – таламусом и неокортексом, это самый верхний новый раздел мозга, как образованы связи между ними, помогает исследователям в области когнитивных архитектур соединить алгоритмы, например, обучение без учителя с обучением с подкреплением, как одна система будет помогать работать другой системе. Вот такие идеи, которые специалисты в искусственном интеллекте стараются подсматривать у исследователей других областей, иногда критикуются теми же специалистами в нейрофизиологии. Иногда они говорят, что «ну как, вы же все перебрали на самом деле, все намного сложнее, все там так устроено очень сложно, мы сами-то с трудом с этим разбираемся». Но специалисты в искусственном интеллекте справедливо замечают, что даже некоторые упрощения — это шаг вперед. Мы не должны зацикливаться на деталях и стараться разобраться в каждом мелком процессе. Давайте постараемся разглядеть это с высоты птичьего полета, попробовать создать некоторую универсальную глобальную теорию, которая бы помогла нам создать сильный искусственный интеллект. Субтитры создавал DimaTorzok